Спасибо большое за возможность выставиться. Я готова продолжить эту дискуссию, начатую всеми коллегами, передо мной выступавшими по поводу, действительно готова ли Россия двигаться вперед в технологическом развитии и что нужно для этого сделать. Вообще говоря, в условиях, когда темпы роста у нас в общем-то есть и страна постоянно находится на грани скатывания в рецессию, продолжает сохранять свою актуальность. Вопрос о смене модели экономического развития и, конечно, сегодня вряд ли от кого вызывает сомнение, что в основе такой модели должна лежать структурная перестройка экономики, возрождение реального сектора экономики на самой передовой научно-производственной базе за счет инноваций и нового ведения. Именно вот новая индустриализация, освоение технологии промышленной и четвертой промышленной революции – это тот курс, по которому развиваются сегодня развитые страны мира и развивающиеся страны в том числе. Надо сказать, к сожалению, что если посмотреть на прогноз социально-экономического развития, который представило нам правительство осенью этого года, он разработан до 2024 года, никаких структурных перестройок экономики, к сожалению, там не предусмотрено. Это значит, что и темпы роста вряд ли у нас серьезно изменятся. Тем не менее, если говорить о том, какие задачи поставил нам президент в рамках нового политического цикла, он и говорил о технологическом рывке. Значит, ясно, что вот эти все задачи ключевые, которые поставлены в майском указе на 204-м, они невыполнимы без активизации научно-технологического фактора, освоения новых технологий и инновационного развития. Действительно, мы не можем без новых технологий не повысить производительность труда, не обеспечить ежегодный прирост экспорта, несырьевого экспорта, и тем более мы не можем повысить инновационную активность предприятия. Возникает вопрос, а почему, собственно, мы на самом деле уже более двух десятилетий, как минимум, а может быть даже и больше, говорим о том, что декларируем в России инновационный путь развития. Ну, в общем, в принципе, за эти годы мы приняли массу из протегий, всякие институциональные преобразования, создавали экономические зоны развития и все прочее. Но, к сожалению, вот если смотреть на показатели инновационной деятельности, на динамику, вы, значит, можете увидеть, что, в принципе, она десятилетия не меняется и даже меняется к худшему, что говорит о том, что экономика российская по-прежнему остается невосприимчивой к экономике. Значит, в этой связи хочется еще отметить то, что степень технологической зависимости, в принципе, она остается достаточно высокой и, в общем-то, нарастает. Мы сегодня имеем и отрицательные сайты по торговле технологиями, слабую динамику роста создания передовых производственных технологий, и из них мы только 10-11% — это технологии мирового уровня. Мы сегодня уже говорили об этом, мы имеем высокую степень импортозависимости, особенно в таких областях, как станок строения, которые достигаются от 70 до 90%. И, конечно, это создает большую такую степень уязвимости страны в условиях вот тех геополитической ситуации, в которой мы находимся. Ну и, значит, если говорить на протяжении долгих лет, мы состраняем долю свою на рынке высокотехнологичную где-то порядка от 3 десяток до 50%. А если вот по отдельным параметрам посмотреть, вот данные OECD тут представлены, мы занимаем крайне низкие позиции, и я сравнивала эти позиции с 2014 годом, и они уменьшаются, к сожалению. Вообще сегодня можно говорить лишь о точечных успехах страны в отдельных направлениях технологического развития. Значит, вот вместе с тем, если мы хотим двигаться все-таки на направлениях в рамках мирового тренда, новой индустриализации, осваивать технологию четвертой промышленной революции и, в общем-то, выполнять майский указ президента, надо постараться ответить на вопрос, а почему мы, в общем, находимся в этом состоянии, не двигаемся вперед. Ну вот, выступая передо мной, Дмитрий Евгеньевич Сорокин говорил о отсутствии конкуренции. Да, действительно, конкуренции нет, которая бы толкала нас на инновации. Но я бы еще дополнила еще вот такими проблемами, связанные с отсутствием макроэкономической среды для развития инноваций. Прежде всего, инновацией мешает вот эта приверженность курсу на обеспечение финансовой стабильности, таргетирование инфляции, сохранение высоких процентных ставок, низкого уровня монетизации. Все это лишает инвестиционных ресурсов для бизнеса, которые так необходимы, и денег, которые так необходимы для инновационных проектов. Подавляет экономическую мотивацию перехода к инновационной модели, развитие также и деиндустриализации, которая произошла в последние два десятилетия. В условиях стремления к финансовой стабильности все центры прибыли, они переместились в экспортно-солевые отрасли, которые отличаются высокой степенью рентабельности производства. Все отрасли промышленности, соответственно, оказались недофинансированы, и фактически произошла индустриализация, произошло вымывание технологически емких производств, и фактически это привело к сокращению спроса, прежде всего, на технологические инновации. Фактически в этой ситуации национальная инновационная система лишается промышленного производства, как важнейшего элемента, формирующего спрос на технологические инновации. Есть еще одна проблема. За последние годы происходит сокращение научно-потенциала в России. Это очень страшные тенденции, потому что мы, пожалуй, являемся одной страной, единственной страной из двадцатки, которая за последние 20 лет сократила свой кадровый потенциал. Значит, вот здесь вы можете посмотреть изменение численности персонала, занятого исследованиями и разработками. Значит, кроме того, что у нас сокращается численность, у нас сокращается и качество его, у нас сегодня меньше докторских диссертаций, меньше кандидатских диссертаций. Это тоже тенденция, которая, в принципе, она долгосрочная, и трудно восстановить качественный потенциал за один-два года. Конечно, мы не говорили сегодня и о уровне недофинансирования науки. Мы серьезно уступаем здесь по уровню финансирования, и надо сказать, что если развитые страны мира уже перешли через барьер 2,5% в доле ВВП, внутренние затраты ВВП на науку превышают 2,5%, то мы только все время в каждой стратегии или программе, которую мы принимаем, ставим эту планку и отодвигаем ее постоянно. Вот 2% мы, может быть, планируем перейти через 5-10 лет. И самое главное, что сегодня уже тоже говорилось, мы разрушаем свою фундаментальную науку. Вот та модель, по которой мы сегодня пошли развиваться, которую нам предложили, о которой говорили, перенос фундаментальной науки в университеты. Фактически мы результаты пока не получили, но это ведет к разрушению тех школ, фундаментальных исследований, которые были в академической науке. И это тоже, в общем, лишает нас перспективы, потому что фундаментальная наука, как уже говорилось, создает заделы на 10-15 лет. Вот доля фундаментальной науки, финансирования, она заставляет 0,15%. И мы значительно отстаем здесь от зарубежных стран. Учитывая то, что Россия обладает таким конкурентным преимуществом, как комплексная наука, конечно, мы вот потери для нас, это невосполнимое утро, может быть. Значит, безусловно, вот для того, чтобы как-то предотвратить и создать условия для технологического развития и задействия технологического фактора, здесь нужна сильная воля государства и сильная рука государства. И здесь уместно напомнить, что на самом деле все технологические рывки, которые совершали страны, зарубежные страны, развитые страны мира, они всегда совершались при поддержке государства. Значит, и роль государства является определяющей формирование, прежде всего, приоритетов, проблем экономических, структурных проблем экономического развития, формирование приоритетов промышленной политики, прежде всего. И в рамках этой промышленной политики должна быть неотъемлемая часть этой промышленной политики, как раз должна быть и научная политика, и научно-техническая политика, и инновационная. Потому что только как единый процесс, вот эта взаимовязка, интеграция, только если мы будем эту политику проводить как единый процесс, значит мы можем достичь какие-то результаты в плане комплексной модернизации страны, в плане обеспечения динамичного роста и повышения конкурентоспособности. Я заканчиваю, хочу сказать еще вот такой момент, что для того, чтобы осуществлять такую взаимовязку, конечно вот у нас сегодня существует 172 закон о стратегическом планировании, здесь важно, можно было бы решать проблемы взаимовязки вот как раз технологического развития. У нас, к сожалению, нет общей базовой документы стратегии социально-экономического развития, которая бы курс определял, но у нас есть стратегия научно-технологического развития, у нас есть нацпроект «Наука». Но, к сожалению, вот беда этих документов состоит в том, что они рассчитаны и конкретизируют, в них поставлены целевые ориентиры развития научного сектора страны, но не конкретизируются пути дальнейшего его влияния на рост эффективности конкурентоспособности экономики. И в этом вот это наша беда, потому что вот если мы бы выстраивали всю цепочку, а вот фактически научные разработки, они нужны для того, чтобы повышать эффективность производства, повышать конкурентоспособность, создавать, получать прибыль и в конечном итоге решать задачи социально-экономического развития. В этом направлении мы могли бы двигаться. И в заключении просто скажу, тут много можно говорить, что вот если взглянуть на стратегию национального развития, которая принята в 2015 году в Соединенных Штатах, там есть такая фраза, что стране, которая полностью сосредоточится на инновациях сегодня, будет принадлежать глобальной экономикой Запада. Вот, к сожалению, мы можем остаться на периферии. Спасибо. Спасибо.